Сделаем упор на качестве. Проблема с реализацией винограда упирается обычно в его качество. Хороший и качественный виноград реализуется без проблем. Добрый день! Начало зимы, 2019 год. Погода располагает. Речь сегодня пойдет о винограде. Итак, мы на винограднике. Формировка многорукавная веерная форма. Шпалера одноплоскостная, Г-образная, со свисающим приростом. Можно посмотреть, прирост в настоящее время уже подрезан. Он доходил практически до капельной трубки. Где-то он чеканится около 30 см от земли. Сейчас он прирезан, который частично там не вызрел уже кончики, просто для удобства ухода. И попадание солнца для окончательного вызревания лозы. Еще когда это был конец лета. Куст закладывался. И первоначальная задумка была четырехрукавная веерная форма. Однако, в процессе эксплуатации насаждений, мы пришли к выводу, что лучше оставлять больше рукавов практически в два раза. Для страховки, для увеличения количества почек. Часто бывают зимы, хотя виноградник укрывной, все равно бывают зимы с колебанием температур, с какими-то неблагоприятными факторами. И это приводит к частичному поражению глазков. Чтобы быть гарантированным и всегда добрать глазками по количеству, пришли к выводу, что лучше оставлять двойную нагрузку глазками. И потом, в период отрастания почек, делать зеленые операции, удалять лишние побеги. Междурядие в данном винограднике 2 метра 35 сантиметров. Расстояние между кустами чуть больше 4 метров. Это очень значительное расстояние. Возможно, даже небольшой перебор. Тем не менее, есть свои плюсы. Несколько удешевляется закладка, то есть, меньшее количество нужно столбов. Высота шпалеры 2 метра. Значит, 2,205 здесь. То есть, это подбирается для того, чтобы было удобно виноградарю делать уход. То есть, чтобы спокойно можно доставать секатором до верхней проволоки. Производить посынкование, там, подвязку. Да. Надо делать максимально высокую высоту, на которой вы можете удобно работать. Виноградник укрывной. И, чтобы нормально его укрыть, без проблем можно было положить утепляющий материал. Разумеется, надо сделать обрезку. Убирается, там, 80 или, скажем, больше процентов всей наросшей вазы за год. И оставляется только та, которая необходима. С земли, ниже, значит, с самой земли, с самого низа, да, выбивают побеги, да, формирующие. Как правило, эти побеги, они оставляются. Они хорошие, они мощные. Они, как бы, первого порядка, можно сказать, ну, что-то типа в стволовых клетах. То есть, самые первые, одни из самых первых клеток. То есть, это почка, которая выросла с более молодых, с более молодых тканей. Поэтому она, ну, как бы, предпочтительная. Если она хорошо, мощно, развита. Таким образом, из всего этого разнообразия побегов, нам надо оставить 4 побега. Эти побеги должны быть мощные, хорошие, вызревшие, достаточной длины. И теперь вот покажу, как это обычно мы делаем. Берем рукав какой-нибудь и смотрим, какой первый, самый мощный, хороший побег. Можно оставить и на этот. Вот, к примеру, идет рукав, да, на нем. И дальше идет вот еще хороший, более толстый и побег. Все, что дальше, уже не актуально. Нам вполне достаточно 2 побега на этом. Поэтому мы обрезаем его. Далее смотрим на этом вот рукаве, где хороший рукав. Вот на этом рукаве. Есть еще такой вариант обрезки. Сначала обрезаем точно то, что уже не нужно, гарантированно. И потом, с некоторым, может быть, запасом, излишком. Потом уже смотрим и выбираем более оптимальные, более подходящие варианты, удаляя уже явно лишние. Вот убираем, вот видите, первый побег, первый побег, который идет здесь, на этой лозе. Дальше удаляем. Он не хороший, вызовший. Вот здесь ниже есть еще такой подрукавчик, скажем, и вот на нем это. Отрезаем. Дальше все не актуально. То есть, мы обрезаем на первый, иногда на второй побег. Здесь тоже этот побег уже далеко расположен. Обрезаем на вот этот. То же самое поступаем с этой стороны куста. С этой стороны куста поступаем то же самое. Вот, к примеру, смотрим. Рукава хорошие, должны быть мощные. Можно оставить и этот, так как он первый и более нижний. Этот побег оставляем. Что можно оставить еще с продолжения этого? Здесь уже слишком далеко расположен побег. Поэтому мы за вот этим... А, нет, извиняюсь. Вот это здесь еще есть. Ну, этого достаточно. За вот этим рукавом мы удаляем. Вот. Удаляем эту ветку. Мы потом снимем это все, и будет более уже понятен. Продолжаем удалять побеги, которые мы вырезали. Снимаем это со шпалеры для более удобного, так сказать, рассмотрения. Смотрим, что вот еще рукав, который мы не обрезали. Да. Здесь он идет... Вот здесь заканчивается. И так мы его и оставляем. Потому что на дальнюю часть надо будет этот рукав. И вот еще есть рукав, который здесь... Его можно обрезать вот здесь. И удаляем. Рукавов еще много. Теперь, значит, вот рукава, которые тоненькие, можно посмотреть. То есть побеги, которые выросли тоненькие, но с самого низа. Их можно прирезать, там около 30 сантиметров оставить. Ну, или там даже ниже. На всякий случай, возможно, с них выбьет хороший мощный рукав. То есть с основания этих почек. Мы оставляем. Смотрим еще. Немножко многовато рукавов оставили. Потому что тоже можно еще что-то удалить. Удаляем в первую очередь какие рукава, которые плохо гнутся, которые более тонкие. Ну, так сказать, неудобно расположенные. Вот есть вот этот рукавчик. Он, смотрю, тонковатый. То есть есть хорошие мощные. Здесь вот этот более мощный. Здесь есть на сгиб вот этот. Поэтому можно удалить вот этот рукав, считаю. Его удаляем вот тут внизу. То есть должно быть в одну сторону четыре рукава и в другую. И мы располагаем два рукава. Сейчас это покажем. Вовнутрь загибаем. А два рукава идут наружу. То есть куст делится на четыре части по зонам плодоношения. То есть центр куста. И вот мы делим его, да, получается. На четыре части. Здесь грубо четыре метра. И мы делим на четыре участка. И на каждом из этих участков водоносит свой рукав. Или, если точнее, пара рукавов. То есть их как бы или сплетаем в косичку, или просто ложим параллельно. Почему нельзя делать длинные рукава? К примеру, два рукава, да, на четыре метра. Или же там один длинный. Потому что существует, так сказать, проводящая способность рукава. Проводящая способность. И она ограничена. Если мы очень длинный делаем рукав, то до конца почек. Ну вот, к примеру, если мы тянем его вот там отсюда, где-то, да. И хотим его там от центра и аж до самого края, чтобы вот тут получить побеги. То на конце побеги будут очень слабые вот здесь. Потому что рукав не может обеспечить соком все вот эти питания, вот эти прорастающие глазки. Там рукав делается длиной около метра, не более. Для того, чтобы обеспечить хороший, мощный, равномерный рост побега. Смотрим, что мы имеем. Два рукава, три, четыре, пять, шесть. Немножко много, много. Можно часть, что-то можно убрать. Смотрим, что мы можем убрать. Можно убрать, вот есть хороший, мощный и здесь этот. Можно вот этот рукав укоротить. Еще, значит, обращу внимание ваше на то, что стараемся при обрезке всегда, ну, приближаться к основанию. Куста, то есть, ближе, то есть, очень длинные рукава, которые выходят уже из, ну, то есть, оголяются такие длинные. Мы их укорачиваем, прибиваем на более молодые приросты, которые расположены ближе. То есть, тем самым, как бы он, ну, частично омолаживается и обеспечивается мощный рост побега. Смотрим, мы убрали явно, которые ненужные, которые более тонкие. И теперь уже оставляем еще более лучшие, более хорошо расположенные и более мощные. Значит, нам надо, чтобы какой-то рукав, вот этот, например, он доставал до краю. Его можно сразу укоротить. То есть, у нас куст заканчивается там, где заканчивается, где находится столб. Мы можем отступить немножко, чуть-чуть с запасом и удалить. То есть, вот, чтобы он доставал до столба с небольшим запасом. Там один, максимум два хвоста. Теперь смотрим, что у нас еще есть. Вот этот рукав, тоже, думаю, можно убрать. Можно его убрать и вырезать. Он уже немножко старый, вот, вот этот. Можно его удалить у основания. Да. Тем самым, уменьшив количество рукавов, ну, до восьми, как нам. Можно поступить таким образом. Смотрите ситуацию, вот здесь. То есть, этот, эта лоза более мощная, более толстая и вызревшая. Как правило, на концах именно формируются такие вот лозы. Можно вот эту лозу просто прорезать. То есть, оставить небольшой сучок, получить там один-два побега с них. А основная нагрузка ляжет вот на вот эту. Итого считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять побегов. Можно оставить девять. Никаких проблем нет. Весной можно всегда удалить. Почему? Объясню. Потому что при укрытии, возможно, какой-то рукав сломается. И будет замена или запас, так сказать. Как эти рукава будут располагаться весной на шпалере. Два рукава заворачиваются в противоположную сторону. Вот капельница, это приблизительно центр куста. Вот начинаем плясать от этого центра куста. То есть, ложим рукав и до шпалеры. И вот так мы его весной подвязываем. И этот рукав заканчивает свою длину, так сказать, и плодоношение. Вот на вот этой капельнице, это как бы четверть, то есть метр, чуть больше метра от этого. Мы оставляем одну почку для запаса, там одну-два. И обрезаем рукав. То есть, вот рукав, он плодоносит от центра куста до вот этого места, то есть около метра получается. Куст на шпалере занимает 4 метра. Эти 4 метра делятся на 4 зоны плодоношения, за которые отвечает каждый рукав. Точнее, точнее, два рукава, которые объединены вместе для того, чтобы набрать количество гвоздков необходимое. Первый метр от края столба, вот да, до капельницы, грубо. Второй метр, третий метр и четвертый. И на каждом участке плодоносит определенный рукав. А в нашем случае два рукава объединенные, ну, в одну плодовую стрелку, точнее. Мы работаем без сучков, то есть сучки замещения мы не делаем. Мы делаем такую формировку, чтобы водоношение проходило на стрелках. Мы просто меняем вовремя стрелки. Еще раз покажу сейчас, как раскладываются рукава весной при этом. Значит, вот заворачивается рукав в противоположную сторону петлей. Здесь мы вот видим определенный второй рукав, который можно наложить рядом. Наложить рядом. Для чего, еще раз повторюсь, накладываются. И обрезаем, соответственно, его. Вот. Это приблизительно метр, чуть-чуть больше. И для того, что если, к примеру, вот этот глазок повредится морозом, он не прорастет. Рядом, рядом есть всегда вот другой глазок, и можно получить побег из него. То есть, на данном промежутке мы получаем двойное количество глазков. Это запас для каких-то неблагоприятных условий зимнего периода. Далее, теперь рукава, вот эта часть, заполняется вот рукавами, которые имеются тут, хорошими и мощными. То есть, этот рукав начинает плодоносить там, где заканчивает плодоносить предыдущий. Мы его вложим сюда. Лишнее обрезаем небольшим запасом. Там одна почка, где-то, чтобы он спокойно доставал до края. И дублируем его вторым рукавом. Дублируем его. То есть, например, вот у нас есть. Мы его вложим сюда. Опять же, укорачиваем, чтобы он нам не мешал при зимнем укрытии. И вот таким образом получается двойной нахлёст, так сказать, или двойная концентрация глазков на шпалере. Точно так, симметрично делается с вот этой частью куста, то есть, с правой. Просто показываю принцип. Вот центр куста, который он есть. Ложится в руках. Заворачивается, да, в сторону. И вот приблизительно через метр. Вот у меня просто чётко видно по ориентиру по капельницам. То есть, капельница, это приблизительно четверть, от капельницы до капельницы, это четверть куста. И вот от капельницы отступаем ещё там один-два глазка и отрезаем ненужную часть. Дублируем эту стрелку второй, которая имеется. Второй стрелкой. И теперь нам надо закрыть вот эту часть. То есть, последнюю четверть, четвёртую четверть нам надо закрыть. Мы берём вот рукава, которые имеются здесь. Они уже без закрутки идут просто. И поднимаем, подвязываем их вот там, где заканчиваются эти рукава. Опять же, ориентир капельницы. Вот так мы их ложим. И подвязываем, делаем сухую подвязку. Дублируем вторым рукавом, если он имеется. Если по каким, опять же, надо укоротить. Лишнее нам не надо, оно мешает при обрезке. Этого вполне достаточно. Вот эти старые пасынки тоже, это всё можно большие, мешающие удалить. Маленькие они отвалятся сами. Вот получаем это. Таким образом, на каждой из четверти куста водоносят два побега. Для, опять же, страховки по перекрытию глазков. Сколько у тебя здесь кустов винограда? И вот какой урожай с одного куста? Здесь сто сорок кустов винограда. Сорт преображения, как сказал. Урожайность, понятно, колеблется в зависимости. Есть более мощные кусты, есть. Не набрали свои эту. Ну, получаем около 30 килограмм с куста. Спасибо.